Пропаганда буйствует, как нечистая сила в полнолунии. Хотя что значит «как нечистая сила»? Самое, что и на есть, настоящее. Нашли, наконец-то, повод устроить ураган моральной паники, разглядывая фотографии с голой вечеринки Ивлеева и Собчак. Мать уродов Собчак. Причем вот этими моралистами, знатоками душевных ценностей, духовности, тонких ценностей занялись мастера расчеловечивания. Причем часто самих себя. Отъявлены физиологические холопы. Недобитки. У этих недобитков были дети, были внуки. Но люди в кавычках. Что если ты тварь, то ты должен сидеть в своей норе. Причем в итоге дурацкие фоточки с корпоратива «Селебов» переросли в главную политическую тему недели на федеральных телеканалах. Засветившихся прогнули и заставили извиняться. В жизни каждого. Сейчас, когда и Настя, и Симуль Деван сказали важные слова. При этом очки морального превосходства над плохо одетыми пытаются заработать моральные камертоны, просто призывающие к войне и убийствам. Ну, если слушать проповеди, то только от таких христианейших персон, которые рассуждают про греховность. Вот-вот. При этом сами они последние два года только и занимаются, что призывают убивать, убивать и убивать. Ну, убивать жителей соседней страны. А, кстати, убивать как? Каким образом? Ну, посылая на убой в мясные штурмы своих же граждан, которых тоже не жалко. А ради чего? Ну, вот ради чего. Вот Маринка. Вообще, конечно, дерзкую вылазку совершаем. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Вот она, наша Маринка. И они сами, как будто ничего не понимают, не стесняются и показывают кадры этой Маринки, как она выглядит сейчас. Вот за это боролись, вот за это ее уничтожали. Честно говоря, не могу сказать, что на меня положительное впечатление произвели кадры с голой вечеринки Ивлеевой, но, честно говоря, лучше уж такая вечеринка, чем превращение чьих-то домов вот в это. А сколько там еще вокруг закопали людей с двух сторон фронта? Короче, между VIP-фриками и трупоедами, которые требуют убивать, 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 моя симпатия выбирает, не задумываясь, на чьи она может оказаться в стороне в таком сложнейшем конфликте. Тем более, теперь можно только посмеяться, как лопаются нижние части туловищ у трупоедов от вечеринки VIP-фриков. За это фриком моя настоящая благодарность. Там был такой самый, наверное, резкий персонаж с точки зрения эпатажа. Я хочу просто, чтобы наши зрители и вы посмотрели один из очень популярных клипов этого, с позволения сказать, рэпера. Кол себе осиновый в жопы загоните, твари кончены. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродье. В общем, сейчас о главном и важнейшем событии года у Z-моралистов, у которых мозги уже буковкой Z свернулись, этим событием оказалось ни СВО, ни взятие и уничтожение Маринки, а закрытая голая вечеринка, куда этих трупо- и людоедов не позвали. Вот они и обиделись. Ну, а потом вам я еще расскажу о том, как проходят будни. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Да, Путин решил все-таки показать коварному Западу, кто по-настоящему умеет отменять культуру. Это умеет делать Кремль, делает это в России. Поэтому он запрещает буквально одного из самых продаваемых писателей на русском языке, Бориса Акунина. Меня зовут Илья Шепелин. Вы, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы это видео разошлось пошире. А пока вы это делаете, я объявлю, что первый четверг в этом году вы, как обычно, увидите, что зомбоящих, так же, как или сегодня, наверняка, вы его смотрите четверг. Поэтому не теряйте, выходите на связь в интернете. Там будет выпуск с итогами 2023 года. 4 января, соответственно, выйдет. А теперь перейдем к людишкам, у которых голая вечеринка в конец оголила нервы и, конечно же, опустошила внутренности их черепных коробок. Владимир Соловьев уверен, дата проведения этой самой голой вечеринки выбрана не случайно. Праздник Наготы прошел в 666-й день войны. А ведь этот сатанинский день выпал на День чекиста. Чуть не сорвали праздник настоящим сатанистам. С Лубянки. День чекиста 20 декабря. И вот это было особенно неприятно. Ведь сам Рудольфович как раз накануне был посвящен в чекисты с татуэткой Дзержинского. Но хоть не с татуэткой татарского. Вот мы с Алексом Адмундовичем вопросы задаем. Ведущий как бы спортивного канала Матч ТВ два дня возмущался голой вечеринке со звездами. Ну действительно, чем еще заниматься на как бы спортивном канале? Вот там-то выступила звезда, бывшая красная шапочка Яна Поплавская. Вот я вам прочитаю пост два майора телеграм-канал. Собчак, Киркоров, Лолита и еще разные пи***тические мрази. Мрази, пишут они, гореть вам в аду. Сука, мрази. Эти зажравшиеся выродки сняли уже новогодние огоньки для телевизора. И нам их будут показывать? Дорогие друзья, с Новым годом, с новым счастьем. Может ли государство перед выборами сожрать это? Эти люди не должны никогда и ни при каких обстоятельствах получать телевизионное время. Они не должны зарабатывать деньги. Кстати, некоторые персонажи, которых Поплавская записала в ЛГБТК+, это, между прочим, доверенные лица президента Владимира Путина. Ну, они такими были на прошлых выборах и причем бы им наиближайших не стать. Вот, например, Филипп Киркоров и Дима Билан. Тот же самый Киркоров, который совершенно спокойно в своих соцсетях с лентой радужной выступает, показывает свою «Ж», я сейчас остановлюсь. Я просто Александр, Александр Волнович. На канале. И этому посвящается целая программа. Казалось бы, унижены все. Но ведущий МАЧ-ТВ почувствовал запах крови. И поэтому на следующий день продолжил марафон возмущения. В интернете распространяются невероятные кадры молитвы наших бойцов перед боем. Здесь просто без комментариев. Чтобы возмущаться, как говорится, более лучше, ведущий показал обиженного Ивлеевской тусовкой человека в маске. В настоящее время гибнут наши боевые товарищи, также получают ранения, защищая интересы нашего государства, российской федерации. В это время представители шоу-бизнеса отручают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Поддержим инициативу движения «Зов народа» по проверке данных мероприятий. Всем спасибо. Затем ведущий раскритиковал извинения Ивлеевой. Ему еще недостаточно. И процитировал священника Островского. А тот, так вышло, разоблачил хозяина всех говорящих голов Владимира Путина. Знаете, друзья мои, но когда подобное гадство оправдывается тем, что мы живем в свободной стране, это в первую очередь дискредитирует понятие свободы. Потому что из-за этих кадров у людей появляется реальное желание вести жесткую диктатуру, чтобы никогда больше не повторялось все это. Диктатуру? Так вот зачем Путин устроил нападение на Украину. В прошлые выходные Филипп Киркоров поспешил откреститься о скандальной вечеринке и исповедовался перед говорящими усами Путина Дмитрием Песковым. Вот видите, какая незадача. Киркоров только на голой вечеринке понял, куда он попал, видимо, заодно и разглядев в зеркале свой наряд, который на него, видимо, надели на улице. Тем более, для оправданий было уже слишком поздно. Киркорова за попытку оправдаться, с одной стороны, принялись мочить оппозиционные телеграм-каналы, а с патриотического фланга мастер Рудвольфович полонамеками и кивками показал, что вот этот певец и другие гости вечеринки, доверенные лица Путина, серьезно провинились перед фронтом и пропагандой. Вот я вам сейчас говорю, а мне все время вертится этот голый скандал. Вот право этих мразей на пошлость они ставят превыше всего. У них нет эмпатии, у них нет патриотизма. Они через губу объясняют, что это проекты, а вот мы все быдло, не понимающие их право на творчество. Свой пафос Соловьев взял взаймы у политолога Сергея Маркова, того самого, которого весь этот год яростно ругал. Народ боится, что именно эти люди, которые там гуртовались на этих голых вечеринках, придут к нему, домой, в семью, новогоднюю ночь через новогодние огоньки. Вот этого нам не надо. До ней в телевизионных программах появятся. И концерты их будут. Есть такой, что ли, как сказать, квазиморальный человек. Это налоговый инспектор и сантехпроверяющий. Придет, все проверит, посмотрит, но люди должны знать, что есть реакция. Ну, может быть, налоговый решит проверить. То, что и так всем очевидно. Но зато тайные поклонники будут приглашать на корпоративы и чувствовать себя такими, а, европейцами. Не оскорбляйте людей своими голыми задницами, понимаете? Крутите, к людям не надо с ними лезть. Соловьев сделал обсуждение скандальной вечеринки сюжетом буквально всех своих шоу. Ошибкой визит Кевлеевой объяснил певец Филипп Киркоров. Король российской эстрады и большой любитель платьев, которые иногда напоминают женские, нашел способ, видимо, надавить на Соловьева таким образом, что пропагандист извинялся уже следующим утром. И это извинение отдельным видео выложил у себя в Телеграм-канале. По-другому себя ведут только Билан, который и ездил, и помогал. И Киркоров, который выступал и в Крым ездил, и свою позицию заявил. Учитывая всю сложность его известность, имеется в виду сложность в том, что отношения с Аллой и с Филиппом, и отношения с Максимом. Какие такие отношения у Филиппа с Максимом? И как Киркоров подчинил себе Соловьева? Мы это теперь вряд ли узнаем. Но о всех остальных провинившихся ведущий тут же послал по известному адресу. Ребята, вы начните с простого. Вы деньги перечислите на помощь армии воюющей. Езжайте все на Донбасс. Вот так телезвезды под конец года хотели сказать, как они разочарованы московской элитой, а получилось сказать, что они унижены российской эстрадой и подавлены ходом спецоперации. Вот кроме шуток. Наши враги с улыбкой и ухмылкой говорят нашим солдатам. Вот смотрите, ваши тылы. Вон они, какие ваши тылы. Вот вы что защищаете. И вот это страшно, потому что это лишает людей воли и желания драться. Это что же такое выходит? Не из-за снарядов и командования, а из-за голой вечеринки Россия может проиграть войну? То есть, СВО, конечно. Общий пафос всех телеканалов прямо говорит об этом. Рокот, который переписывается постоянно со мной, с моим сыном и так далее, обезноженный, говорит о том, что он не может находиться тут, что он все равно уйдет к своим. И таких мужиков тьмы и тьмы. Вы как считаете, может ли государство перед выборами сожрать это? Я считаю, как гражданин своего государства, что жрать это уже невозможно. Как следует возмутившись, пропагандисты занялись любимым делом. Отменой публичных критиков войны. Надо сказать, что эта часть морализонского балета, в отличие от войны, идет строго по плану Владимира Путина и других причастных лиц. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Недавно кремлевские пранкеры Вован, вы могли подумать про Владимира Путина, нет, другой Вован и его приятель Лексус разыграли писателя Бориса Акунина. У них там сейчас, я не знаю, кто этим у них занимается, но там сидит какой-то очень неглупый и хитрый человек. Они никого из нас, даже иноагентов, не запретили. Поэтому большую ошибку, например, сделали Роулинг и Стивен Кинг, которые шли оттуда сами. В разговоре с писателем они представлялись президентом Украины Владимиром Зеленским, и Борис Акунин учтиво с ними разговаривал. Потом этот разговор был слит в сеть, и сразу после того, как он был опубликован, Акунина внесли в список экстремистов и террористов, а его книги фактически запретили. Цензура в России запрещена Конституцией. Но пропагандистов, да и Кремль, который является гарантом этой Конституции, такой факт вообще никак не волнует. Порция отмены досталась не только Ивлеевой. Я хочу не только Ивлееву как бы обсудить, но и замечательный Саша по кличке Стоун, не по позывному, а по кличке, да? 24 года мальчику. Я полгода назад в этой студии начала говорить, что а почему же этот мальчик-то рассказывает, как надо драться в интернете, да, и показывает, какой он сильный и крутой, но под мобилизацию почему-то он не попал. Он пропал на несколько недель, а потом снова появился в соцсетях. И этот мальчик задает вопрос на прямой линии президенту моему. А моя прекрасная агитбригада «Звездный десант», которая просто в самую пекло мы ездим туда, с местными жителями, Запорожье, Донбасса, Донецка, ЛНР, нам не дают слова. Вопрос в самом деле не праздный. До крамолы, то есть до вопроса, почему сыновья Владимира Соловьева и сам ведущий Матч ТВ Антон Анисимов в «Не в окопах» остается один шаг. У меня до глубины души поразили эти слова. В студии Матч ТВ, известного спортивного канала, договорились до призывов отменить балет. Потому что там… Где трясут причиндалами на спектакли, поставленные представителями пи***ки, я не знаю, отечественной или мировой. Вот это как называется? Они туда ходят, там сидят и аплодируют. Постойте, постойте. Но ведь президент Путин говорил, что культуры отмены – это у них за границей. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Так запрещаются и русские писатели, и их книги. На загнивающем тлетворном Западе, то есть. А получается, что балет в эфире, пока в эфире, отменяют на государственном российском канале. Чё за хррр? Что ни говори, а прошедшая неделя выдалась тяжелой. Настолько, что даже у мастодонтов останкинских студий не осталось сил даже на стандартную программу «Миниум». Но я все-таки не буду разоблачать американский империалист. Не буду я и украинский режим разоблачать. Основные силы были брошены на разоблачение злочастной голой вечеринки. Беда пришла откуда не ждали. Зря оказывается в насилии, а Кунина в список экстремистов и террористов боролись с внутренней либеральной оппозицией. Политическая опасность и общественная опасность они практически не представляют. А вот оппозиция москультовая, вот эта, представляет общественную опасность не меньше, я утверждаю, чем бандеровское подполье. Зря российское телевидение клепало сотнями псевдоисторические фильмы про бандеровцев. Псевдоисторические, потому что весь их смысл был исключительно в том, чтобы показать современную как бы Украину. События Второй мировой войны там лихо подверстывались к текущей ситуации, а аудиторию в промышленных масштабах кормили рассказами о зверствах в минувших времен, для того, чтобы оправдать свои зверства настоящего. За несколько часов несколько тысяч зарезанных, убитых, истерзанных людей. Перед тем, как их убивать, а Роман Шухевич, помощник бандеров, он распоряжался всем этим делом, часто их заставляли лизать ступеньки у домов, носить мусор во рту, чтобы унизить этих людей. А потом просто-напросто убивали. Теперь выясняется, что те самые бандеровцы и полуобнаженные звезды на закрытой тусовке – это примерно одно и то же. А московский клуб Мутабор должны были взять с боем штурмовики-СВОшники. У нас движение ЛГБТ запрещено. Пропаганда ЛГБТ-идеологии запрещена. Почему Росгвардия или полиция, или не знаю кто, не явились в момент, когда это проходило, я не знаю. Эту логику не просек даже муж Скобеевой. Нравственно, во время войны отвратительно. Но с точки зрения закона, его буквы… У нас запрещена пропаганда ЛГБТ? Запрещена. Вы только что показывали, это кто такие? Ну, двое, предположим, пропагандировали. Предположим, мы не знаем. А остальные? Тогда мыслителю Третьякову пришлось прибегнуть к последнему аргументу – к священному писанию, распечатке которого он носит с собой. И нет, это не Библия. Владимир Владимирович Путин сегодня сказал, цитирую, чтобы вы не сомневались, что общество, народ, ждут от власти результата не на бумаге, то есть вот эти формальные, какой закон нарушили, а в жизни. В общем, в ящике у нас все по заветам их старших товарищей. В этот раз случился косплей нациста Геринга, которому приписывается известная цитата, которая звучит как «Я сам решаю, кто еврей, а кто нет». А телемеханоиды сами решают, кто ЛГБТ, а кто нет. Это садомиты. На мой взгляд, им не место среди нас. У Рудольфа еще, не сомневаясь на это дело, глаз наметанный. И, как всегда, его взор фиксирует и фиксируется на самом актуальном. Вот эту жопу надо в кадр, это мерзость, это тварь. Но вы помните, корма у старика – это больное место. Что-то у меня крест какой-то фиговое. Я, наверное, стою проведу эфир, потому что иначе работать просто совершенно невозможно. Ну а другой вопрос, который свербит у маэстро во всех местах, это, конечно, финансовый. Украшения, на которые, кстати, можно было бы накупить немало для фронта. Но почему-то Настя Ивлеева не спешит отнести камушек в фонд помощи фронту имени Владимира Рудольфовича Соловьева. То есть саму Владимиру Соловьеву принести можно было бы. Впрочем, главная боль у Рудольфовича – это даже не Ивлеева. Там у него есть давняя крошиха – Ксения Анатольевна Собчак. Гражданка Собчак. Как она сказала, ну мы же взрослые люди, имеем право сами свою голую жопу куда хотим туда носить. Но вы понимаете, к чему все идет. Скоро на всей территории Российской Федерации. К сожалению, жопа запрещена. Жопа запрещена. Жопа есть, но она запрещена. К сожалению. К сожалению. Компания по отмене звезд с голой вечеринки, похоже, стала шоком для НТВ и Первого канала. Большинство оголтелых критиков голой вечеринки сошлись на том, что нужно не только отменить ее участников, но и вырезать эпизоды с их участием из всех новогодних огоньков. В их эфирах, вдруг ставших на редкость консервативными, царила привычная духота, ну или душнина. На Первом военный эксперт-баранец пугал зрителей тем, что у мобилизованных уж слишком давно не возвращаясь с фронта. Люди все-таки выходят с плакатами на улицу. Выходят они в Киевы вернить батьки в детям, да? Хватит уже там издеваться над людьми. Мне кажется, что это первые только ростки общественного протеста. Но нет. Не российских мобилизованных, как вы могли подумать, а украинских. Первый украинский правозащитный канал. Вот так должно быть целиком название у первой кнопки российского телевидения. По странной прихоти Кремля им, вот этим украинским военнослужащим, можно немножко сочувствовать в эфире. В отличие от граждан Российской Федерации, которым никакой пощады, конечно, быть не должно. Как говорится, у каждой беды есть спонсор, так и у каждого протеста есть спонсор. А спонсору в основном. Сейчас выгодно продлевать, замораживать и воздействовать всячески на Украину, чтобы та продолжала выполнять свою функцию, пусть такой плохенькой, но все-таки заточки сейчас. О российских мобилизованных говорят или с придыханием, как о супергероях, или как о давно и безнадежно погибших. То есть обезличено, без намека на эмпатию, ну или тем более не говорят о них вовсе. Не мешают, то есть героям работать. Ну а на НТВ, где наверняка тоже покажут Диму Билана с Филиппом Киркоровым на Новый год, праздновали пока что не Новый год, а день рождения Иосифа Сталина. При этом они спорили, стоит ли отцу народов простить террор, то есть перегибы на местах. А Солженицын говорит о том, что пока был Сталин, у страны был разгон. Как только Сталин умер, разгон, который был у страны, закончился. От фальшивок сталинистов что-то опять надломилось в душе ведущего НТВ Трушкина. По РСССР было рассмотрено 73 тысячи дел, там процент реабилитированных был больше, 5 целых, примерно, 8 десятых, а почти 95 тысяч были. По СССР в целом реабилитированы были 4 тысячи 85, значит, осуждены были люди за те преступления, которые они реально совершили. То есть по делу, правильно? По делу всех расстанетов. Власовцы, Бендеровцы, по шифре, они все ходили по этим. Вы со мной в таком туне, молодой человек? Ну а как моим-то будет тогда? Я уточню, я уточню, я уточню по-доброму. И не вытягиваются. Очень по-доброму у вас уточни, поскорите, пожалуйста. Я больше к вам на программу никогда не приеду. Евгений Юрьевич, я впервые за 4 года пришел сюда, вы мне не даете даже выучиться. Евгений Юрьевич, один последний мой вопрос. Я не хочу с вами... Последний мой вопрос. Есть ли у вас кандидатская или докторская степень по истории? А при чем тут это, слушайте? Спасибо большое. Вот вы начинаете... Знаете, у Ленина, у Сталина, у ЦАЛ. Очень важный вопрос, учитывая требования ЗЭТ-общественности применить в отношении полуголых, почти голых звезд, наказание в диапазоне от привычной отмены концертов и запрета на продажу книг до прокурорской проверки и последующей тюрьмы. Специалист Архиваран, которого мы приводили в этом эфире, он тоже, Олег Хлевнюк, тоже купил себе степень? Хлевнюк, это абсолютнейший антисоветчик. А, ну то есть степень не покупал. Абсолютнейший лжец, антисоветчик. Понятно, понятно. Свинница западной Украины. Пускай едет туда и промывает мозги. Вот тем самым персонажам, которые промыли мозги так, что они сейчас воюют со своим народом. Уточню, академик Чубарьян, он тоже должен куда-то отправляться? А при чем тут академик Чубарьян? Бывший автор учебника истории, под редакцией которого в учебнике истории в том числе говорилось о репрессии. Значит, Чубарьян никогда не занимался отечественной историей, он специалист. Понятно, он тоже не знает, я понял. Слушайте, не надо меня тут провоцировать. Так, все, нет. Самые отбитые эксперты в студии Соловьева уверены, что от расправы не должен не уйти никто. Даже Евгений Чичваркин. Почему Евгений Чичваркин? А потому что бизнесмен заявил, что если бы не политические взгляды, он бы продолжил работать в России. Если бы у меня была другая политическая, публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы сейчас вообще все продать и поехать в Москву. И строить там туристическую деревню для внутреннего туризма, который прет изо всех ушей. Патриоты посчитали слова Чичваркина извинением и явкой с повинной сразу в одном фалаконе. Чичваркин, если коротко, сказал, что бизнес в России возможен и во время войны в том числе. То есть отнесся к россиянам с пониманием. А теперь гляньте на реакцию студии. Иностранный агент, ну, де-факто предатель, Женька Чичваркин, но может начать строительство экологической деревни где-нибудь в районе Колымы. Там традиции вполне позволяют валить лес и строить экологическую деревню. При этом он может быть сколь угодно политически активным, пассивным, нейтральным. Это уже никакой роли играть не будет. Пока мы монтировали зомбоящик, стало известно, что разъяренные фанаты войны разыскивают у Ивлеевой неуплату налогов, пытаются вкатить ей иск на миллиард рублей и требуют в паятии пять лет колонии заодно. Также телеканалы начали отменять Филиппа Киркорова и других гостей голой вечеринки. Певца уже убрали из анонсов праздничных программ. Ох, не просто будет монтажером НТВ, ведь в новогоднем шоу «Маска» Киркоров работал в жюри. Ну какая конфета! Раскусим этот сладкий венец. А я не хочу раскусывать. А другой газпромовский канал ТНТ убрал Киркорова с постера комедии «Иван Васильевич меняет все». Ну правильно, надо менять все. Теперь там переснимают эпизоды с Киркоровым. Ну вернее, чтобы они были теперь без него. Не то чтобы творчество старика Киркорова и прочих очень жалко, но ментовские методы путинской администрации вообще никакая вечеринка с любыми нарядами оправдать не может. Так и вспоминаются слова про культуру отмены и отмену культуры от классика. То есть самого Путина. Точно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря, публичный астракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов. Просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не были. Ой, чего только не происходит в России под властью Владимира Путина. Причем на страже культуры отмены у Путина, в отличие от Запада, не гражданское общество там какое-нибудь, а весь чиновничий аппарат, чекисты и телевизионные горлопаны на зарплате. Куда уж там Западу. Друзья, вы закончили, практически закончили просмотр телепередачи в Ютьюбе «Замбо-ящик». Ее для вас провел я, Илья Шиперин, и я поздравляю вас с Новым годом. Но особенно я хотел бы поздравить вот этих людей. Наших спонсоров на сервисе Патреон, которые там стали нашими патронами, и они помогают программе выходить. Я думаю, что ближе к концу января мы устроим закрытый видеочат с патронами, поэтому если вы вдруг хотите принять участие в нем, но еще не являетесь патроном, пожалуйста, и защите такую техническую и финансовую возможность, и мы, я, вернее, с вами с удовольствием встречусь. Поболтаем. В прошлый раз было довольно любопытно, насыщенно, живо, интересно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Призываю тех, кто досмотрел до этого места, но почему-то лайк не поставил. Не пожалеть лайка, все-таки столько времени уже с вами провели вместе сегодня. И напомню, что следующий выпуск, несмотря на Новый год, несмотря на праздники, выйдет, как обычно, в четверг. Это будет первый четверг 2024 года, но там будут итоги 2023 года. Все расскажем про нашу пропаганду, ну не нашу, телевизионную, вернее. Поэтому до скорого, счастливо, пока. Продолжение следует...